Строительство школы в лесном городке затянулось из-за финансовых трудностей застройщика. Бот в эксплуатацию несколько раз переносился, однако теперь власти уверены, работа выходит на финишную прямую. Оборудование пока еще не поставили. Оборудование конец октября будет поставлено. В конце ноября мы все. К этому моменту здесь все будет в плитке. А здесь у нас все в плитке, уже полностью все отдельно будет. Сейчас завершаются фасадные работы, проводится внутренняя отделка помещений. Ожидается, что после новогодних каникул новая большая школа сможет вместить более тысячи ста детей. Всем жителям территории лесного городка хочу пожелать набраться терпения, так же как и нам. И дождаться конца года вместе со мной, вместе с педагогами все-таки открыть данную школу. И радоваться тому, что у нас появилось за вот эти многие годы новое здание. Полноценное, с бассейном, с актовыми залами, с большой столовой. Кроме того, глава района посетил три детских сада в жилищном комплексе «Гусарская баллада». Затруднение прежнего застройщика удалось решить благодаря финансовым вливаниям инвесторов. За этот период нам удалось подхватить три-четыре детских садика. Мы нашли инвестор, который смог достроить три объекта. Сейчас на объектах проводятся внутренние и отделочные работы. Кроме того, рабочие благоустраивают инженерные сети. Во всех новых микрорайонах, помимо норматива, привязанного к количеству людей, которые купят квартиры в данной территории, мы еще стараемся добавлять места, чтобы сокращать дефицит, который нам достался из прошлого. Власти ожидают, что три дошкольных образовательных учреждения будут введены в эксплуатацию в декабре этого года. Они смогут вместить несколько сотен ребят. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.